Приветствую всех, мои дорогие друзья! С вами Сан Саныч Богомолов, и я выжил. Я выжил в этом лютейшем эксперименте. Финиш, седьмой день, неделя на 100 рублей зимой в России, в жестких рамках. Такого еще никто не делал, даже я такого еще не делал. Есть 100 рублей и есть магазины. Вот что я смогу купить, на это надо и прожить. На конец эксперимента у меня остался маленький кусочек куриного кубика, ну не куриного, а говяжьего. Огромная пачка геркулеса. Грамм 250 муки, совсем чуть-чуть макарошек, маленькая луковица и немного свеклы. Ну что, друзья, завтрак, завтрак седьмого дня. Радость, радость меня переполняет. Сейчас ставим кашу овсяную, идем снимать контрольный вес. Какой здесь напор. Овсянки много не бывает. Сегодня заключительный день. Королевский, я бы сказал. С чем хочу овсяночку? Вот, друзья, кубика туда чуть-чуть. На обед надо сходить обязательно в магазин. Вот вчера перед сном замутил овсяное молоко, поставил на ночь. Сейчас будем делать кофе. Остатки свеклы, друзья, из нее-то мы и сделаем сейчас наше кофе. И теперь это на разогретую сковороду. Ну а что с нашей овсянкой? Да, она готова, друзья. Овсяночка наша готова. Пускай настоится. Овсянка на говяжьем бульоне. Что может быть лучше? Что это такое? Что это? Мне страшно представить. Какие-то инородные тела. Овсянки. Здесь все сушится. Друзья, пока готовится овсянка, снимем контрольный вес. Конечно, я в одежде. 73 килограмма 300 грамм. Минус штаны, носки, футболка и петличка. Ну, я думаю, чистый вес где-то 73 килограмма будет. Может, 72-900, если еще трусы скинем. Почти 5 килограмм за неделю сгорело как-никак. Главное не сжечь, а именно, чтобы она высохла. Сверкла. В турку. На медленный огонь поставили турочку. Сейчас закипит. Друзья, для всех моих экспериментов я уже давно задумываюсь, что надо приобрести себе нормальную кофемолку. На ней можно делать и муку, и кофе молоть. Не только из кофейных зерен. Вы уже в этом убедились. Хоть из морковки, хоть из свеклы, да хоть из чего. А муку можно сделать практически из любой крупы. Выбор кофемолок огромный. Какую кофемолку купить, я пока не знаю. Но попробую разобраться с помощью сервиса Е-каталог. Заходим на сервис. Здесь в поиске вбиваю кофемолки. От дорогих к дешевым за 179 900. 179 тысяч. Нет, нам такое не подходит. Давайте по популярности. Ну вот за 1300, 1400. Ну давайте вот эту вот, самую первую. Вместимость 75 грамм всего. Ну в принципе для выживания неплохо. 75 грамм крупы засунул. Вот тебе мука получилась. 180 ватт. Маловато конечно мощность. Ну да ладно. От 1300 рублей до 2800. Видите какой разброс? 77 отзывов. Обсуждений. Там серьезно. Что-то смотрю все ее берут. Где купить меня интересует? По рейтингу? Давайте по цене. 1385, 1400, 1490. Огромное количество магазинов. Тут вы уже сами выбираете в каком магазине покупать. Ну я всегда предпочитаю где подешевле, там и покупать. Но ссылки на сервис Е-каталог и на эту кофемолку я оставлю в описании. Экономия должна быть экономной. Перед тем, когда что-либо купить, обязательно чекайте эту вещь в сервисе Е-каталог. Ну а мы погнали дальше. Сейчас короче будем делать латы макиято. Натянули марлю. И процеживаем овсяное молочко. Да, все отлично. Операция от вашего имени ожидает вашего дополнительного подтверждения. Период на сумму 5000 рублей на имя получателя Фролов Романа. Операцию подтверждаете? Нет, не подтверждаю я никакого Фролова Романа. Я вообще не знаю никакого Фролова Романа. В 117 минут назад система приостановила перевод из-за подозрительных действий. Также я должен дошнить, вы кому-либо передавали ваш логин и пароль сомайн-кабинета? Никогда никому не передавал логины и пароли никакие. Сейчас, сейчас, подождите секундочку, подождите, не вешайте трубку. Сейчас, секунду. Сейчас, 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 сейчас. Да, все здесь при мне. За последние 15 минуты самосведомления, если 900 поступали корректно. Сейчас посмотрим. Не было никаких СМС. Да я ничего не отключал. Сейчас, подождите, у меня руки трясутся. Вы можете нормально сказать? У меня деньги на счету остались или нет? Сейчас все денежные средства находятся у вас на счетах. Мы сейчас, все же, необходимо нам пройти активный рейсбринг, так как мошенники имеют доступ к вашему личному кабинету, соответственно, имеют доступ к всем вашему кабинету, счетам нашего банка. Скажите, вам удобно просмотреть СМС уведомления в режиме разговора? Да, да, я сейчас перейду, посмотрю. Знаете, я завтракал, у меня даже аппетит пропал, если честно. Подстанимаю, конечно. Вот, 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 поступило, поступило. Поступило СМС, подождите. Вам поступило СМС от номера 900, тоже деловую кнопку, и ранее поступали СМС от нашего банка, верно? Сейчас, да, да, сейчас, ага. Так что для протокола службы безопасности уточните, за последнее время проводили покупки по карте в интернет-магазинах? Да, конечно, проводил. Проводили, поскольку покупки совершаете на проверенных интернет-платформах или же нет? Ну, честно скажу, ну, чаще на проверенных, ну, бывает, конечно. Ну, сами понимаете, в интернете хочется что-нибудь купить. Вот, 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 недавно присмотрел себе шапку зимнюю на каком-то сайте и купил такая с бубоном красным. Думаю, буду ходить по Москве, понтоваться, сейчас красные бубоны в моде. И купил эту шапку с красным бубончиком себе. А сайт был, вот, максимально подозрительный. Не просто происходило списание с карты? Да, просто сразу с карты списали. И вот это, наверное, они мы, эти мошенники. Ну, вот, последний раз я в отделение, когда приходил, сейчас вспомню, операционист, я даже имя ее помню, Леночка ее звали. Она так как-то посмотрела косо и хихикала. И с коллегой что-то они обсуждали. Хихикали туда-сюда. Мне это показалось странным. Думаю, на рабочем месте хихикать, сидеть, обсуждать клиентов. Я вас понял. Хорошо, подскажите, предпоминайте адрес отделения, в котором вы последний раз обслуживались. Оно будет первым проходить перепроверку сотрудниками правоохранительных органов на выяснение всех данных обстоятельств. Да, 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 давайте записывайте. Город Москва. Улица Пушкина. Да, все, секундочку. Улица Пушкина. Дом Колотушкина, 24. У меня почему-то забросили взорваться, потому что вы проживаете в территории города Москва, а улица Балаболова. Нет, улица Балаболова это не у нас соседняя, через дорогу такая. Через дорогу, да? Да. Вы сейчас на ней находитесь, правильно понимаете? Нет, я смотрю в окно, там улица Балаболова. Да, я вас понял. Друзья, вот такой вот разговор у меня состоялся с мошенниками. Звонили явно не с тюрьмы. Это все просто. Базы сливаются, и есть колл-центры здоровенные прямо в Москве, в Подмосковье, в других городах. Сидят огромные колл-центры по 50, по 100 человек в линии. И долгят, долгят, долгят по номерам. Такая вот работа. Но самое, что удивительное, кто организовал этот бизнес, кто организовал этот бизнес, он где-нибудь кайфует там на Бали, может быть, я не знаю, в США, в Лос-Анджелесе, где-то за границей, кайфует, отдыхает. Здесь есть управленцы, которых рано или поздно набутылят. И вот эти ребятки, которые по телефону выманивают деньги. Их самых первых набутылят. Так что, дружище, если ты смотришь этот ролик, узнал свой голос, одумайся, одумайся, покайся, сходи. Отдай наворованные деньги. Я тебя не прошу куда-то в церковь отдавать там или еще. Просто на благое дело. Видишь, человек в магазине, последнюю копейку бабушка считает. Подошел и без вообще ничего не спрашивая. Творога и молока купи. Старики всегда этому будут рады. Видишь, в детском мире мнутся там, последнюю там игрушку ребенку выбирают. Не знают, что купить, это или это. Подойди, купи игрушку, дай. А кто-то ж ведется. Очень красиво поют, очень красиво поют. Кстати, ребят, никогда не добавляйте в овсянку кубики. Овсянка должна быть сладкой. А кофе у меня получилось реально отменное. Ой, Машин, как он там быстро. Он, знаете, зачем так быстро говорит, ребят? Чтобы ты не смог врубиться, что происходит. Быстро, чик-чик-чик с вашей карты туда-сюда. На номер 900. Да, с номера 900 от них пришло. Но это не от них. Они просто, вот, вы указали ваш номер телефона для регистрации в гостевой зоне для юридических лиц на сайте Сбера. И код регистрации. Не сообщайте его никому. То есть, на сайт Сбербанка зашли, они, зная мой номер телефона, вбили его туда. Мне пришло вообще левое сообщение. Оно никак не связано. Просто человек на панике. Думаю, сейчас деньги у меня 5000 там хотят перевести. Вы ему говорите все пароли, явки. Бабах! А самое страшное вот у знакомого было. Карта кредитная. 200 тысяч кредита. Там! И ты должен банка. И банку. И попробуй потом доказывай. Конечно, конечно, может быть, как-то через юристов. Если меня смотрят какие-то юристы грамотные, напишите в комментариях, если вас вот так вот развели. Можно как-то назад деньги вернуть или нет. Кофе, я считаю, шикарное. Но овсяночка должна быть все-таки сладкая, как по мне. Ну и так неплохо с кубиком. Друзья, не переключайтесь. Встретимся с вами на обеде. Наверное, уже на доме. Надо будет заскочить в магазин. А потом что-нибудь на обед. Я буду доедать. Надо этот номер. Кстати, не пишут, что мошенники. Еще в базе нет. У них IP-телефония, походу. Туда не дозвониться и не прозвонить. А, ребятки. А, нет, вот. Финансовые услуги, мошенники. Колл-центры. Все, друзья. Не попадайтесь на мошенничество. Так, братва, вы писали в комментариях, что зачем я варил этот суп. Надо было просто вот покупать в Ашане нормальный человеческий суп. 5.99 суп гороховый. Он мне заходит за 5 рублей. Копейки откидываются. А, это грибной. Я хочу горохового. Кто-то подставу залепил. А, вот грибной. 6.99. Итого он мне за 6 рублей зайдет. Ну что, возьмем? Сегодня все-таки последний день. Королевский день. Вермишелевый суп. Быстрого приготовления. Грибной. Друзья, ну чтобы супчик у нас получился более-менее нормальный, надо взять морковь. Но не вот эту. Погрызенную гнилью. А такую более-менее человеческую. 19.49. Стыдно такое людям продавать. Ну действительно стыдно. Ну хоть выбор дают. Можно мытую взять. Но тоже мытая она, вон вся покоцанная. Вся вон она. Она уже прорастает. Она скоро вырастет. И здесь новые плоды. Новые плоды морковки. Это самообновляемая грядка. Ладно, кроме шуток, друзья. Маленький кусочек моркови. Морковочки нам под супчик на обед. А обязательно нужен. Такой? Как думаете? Сколько? 66 копеек. Радовать в последний день. Личи с Мадагаскара. Стоил 269 рублей. А сегодня за 229.90. Что не могу я взять 2 личи себе? Порадую. Нет, одно. Одно личи, потому что денег нет. Одно. 3 рубля 66 копеек. Нет, друзья, мне даже на одно личи не хватает. Вот отморозки. Кто-то сок подавил, прям здесь попил. Бросил и убежал. Ки за 99 рублей. За 99 рублей. Это просто мой недельный бюджет. Ну что, друзья, расчет был максимально ровный. Посмотрите. 7 рублей 65 копеек. Закидываем. Кто-то доктор Пеппер попил. Шоколадку съел. Что-то номер телефона свой оставил. На обед я предлагаю вермишелевый супчик. Да. И здесь у нас что? Как вы думаете? Угадайте. Угадайте. Я не могу вскрыть. Ну, кто угадает? Угадайте, друзья. Что я смог достать? Вкусняшку. Да нет, конечно. Какая-то вкусняшка. Это нереальная вкусняшка. А перловочка, которую вчера в ночи варил, это будет на второе. Так. Что? Сразу поставим супец вариться. Не знаю, как вы предпочитаете. А я хочу овсяночку. Немного морковочки. В супчик бы зажарку кинуть. Было бы хорошо. Но зажарка без масла, блин. Не будем овсянку в микроволну. Какая овсянка? Я уже слова путаю в конце недели на радостях, что все это закончится. В перловую крупу, друзья. Конечно, было бы маслица, сделал бы зажарочку для супчика. Но. Пускай овсяночка подогревается. А мы тем временем порежем морковочку, лучок для нашего супца. Все, прощайте жопки. Могу вас выкидывать в мусорку. Этот лук на ужин оставим. Понадобится мне. Кто любит вареный лук, напишите. Немного в супец лук. Конечно, карташину бы еще хотелось. Но у меня ни одной картофелины не осталось. Просто ни одной. Все, не осталось. Можно вермишель закинуть, но он и так уже вермишелевый. Пару клетцок туда сделаю. Все, друзья. Водичка закипела. Включаем вытяжку. Пошел он наш вермишелевый суп. Ой, какой ты бедненький. Туда бы еще карташину было бы вообще шикардос. А прям сразу лук, морковку закидываем. Замешиваем густое тесто. Да, а вот с чаем я что-то подкачал. Ни чая, ни кофе. Зато неделю я пожил без этого кофеина. Знали, что в чае кофеина намного больше, чем в кофе. Да-да. Ну, не во всем, конечно. В пыли индийских дорог, наверное, вообще ничего нет. Такие вот маленькие галушечки. Вкуснятина. Получится. И закидываем по одной. Раз, два, три, четыре. Вот она, брат. В чем сила, брат, в галушках? Красота, а не тарелки. Мои девочки не все дома. Что-то там. Дюрексы. Конфет. Ребята, как они? Какие-то братья Гамаз. Братья Гамаз. Песни у них такие заводные. Давайте не будем читать состав. Просто попробуем. Что я там нового узнаю? Что гултомата туда добавили? Да, он нужен для усиления вкуса. Чтобы супер вкусно было. Чтобы королевский обед у Саныча состоялся. Наконец-то из царских тарелок. Перловка по-царски. И супец с галушками. Кстати, про галушки я совсем забыл. Но это офигенная штука. Помню, бабушка так готовила. А в комментариях прочитал. Типа, Саныч, что ты галушки не делаешь? Действительно. Знаете, что я вам хочу сказать? Что мои галушки намного вкуснее вот этой вермишели. У меня был опыт уже месяц без соли в Тае. Там очень много различных специй, пряностей. И без соли можно спокойно обходиться. И всем советую. Поменьше налегать на соль. Но чувства необыкновенные. Это мне кажется лучшим супом на земле. Я все галушки сейчас выловлю. И морковку. Можно сбривать бороду. Может отрастить вот такую. Да я шучу. Но вот действительно, ребята, вот кто с бородой? Есть у кого вот такие вот прям бороды здоровенные? Усы вот такие мощнейшие бороды? Ну неудобно же есть. Или я придумываю? Вот, пожалуйста, скажите. Вот я вот сижу даже со своей. Ну может у меня то, что не ухоженная она. Но все равно неудобно. Может какая-то особая техника поедания еды для... Бородатых усатых. Давайте закусим вот этим делом. Тут и хлеб не нужен. Она еще вкуснее, чем вчера. Разбухла по полной. Друзья, от вас комментариев было очень много. Плохо, что некоторые комментарии заметил слишком поздно. Но я записал свой секретный блокнотик. И в следующих экспериментах я обязательно этими лайфхаками воспользуюсь. Допустим, мне подсказали, что в зоомагазине килограмм гороха стоит всего 10 рублей. А в обычном магазине килограмм гороха стоит 35 рублей. Вы не смотрите на эту пачку, которая там 700 грамм за 25 рублей. Ладно, можно найти килограмм гороха, грубо говоря, за 30 рублей. Но в зоомагазине пачка гороха... То есть килограмм гороха 10 рублей написали. И он сразу силы появляется. С утра сегодня вот такая порцайка овсянки, как залетела. С мошенником пообщался. До сих пор эту историю в голове кручу. Вот сколько доверчивых людей. Пять из пяти этому супу. Даже шесть из пяти. Что-то в глаз попало. Растительное пальмовое масло. Вот чего мне не хватало. Я думаю, что руки сохнуть начинают. Ребят, посмотрите. Видно, нет. Вкусовая, ароматическая добавка грибы. А, грибов нету. Просто вкусовая, ароматическая добавка грибы. В скрытую упаковку плотно завернуть в полиэтиленовый пакет. И похоронить в холодильнике. Я думаю, кто вскроет эту упаковку, он не будет по чуть-чуть. Он сразу берет на большую семью. Не, на большую семью нет, друзья. Либо я есть так хочу. У меня уже все, насыщение начинает приходить. Чуть-чуть подожду, говорю. Минут 15 в комментах пишут. Жди 15 минут, насыщение приходит. Ну, когда ты там съел одну карташинку и выпил теплой воды, насыщение через 15 минут не придет. Через 15 минут придет голод, если ты спать не ляжешь. Все, друзья. Пойду на участки, сейчас поработаю. Снег немного почищу, силы прибавились. Может быть, дров попилю для бочечки. Плохо, что мы не решили ничего с чаем. Ну, морковный чай, это не чай. Чай из шелухи, это не чай. Кофе, который я сегодня молол, но это не кофе. Это мошенник мне весь завтрак просто испортил. Чуть пищеварение не пропало. Шапка с бубоном красным. Интересно, кто там работает? Есть ли среди моих подписчиков, кто попадал в такие колл-центры? Я знаю, это по объявлениям попадает. Я в Москве, когда ходил на собеседование, ууу, мама, не горюй. Могу потом как-нибудь рассказать. Я когда-нибудь соберу волю в кулак и всю правду о Москве сделаю. Тут в Москве такие работы предлагают в колл-центрах. Ну, кроме шуток. Пришел в одну компанию устраиваться. Они позиционировали себя как фармкомпанию. Им нужен был человек с высшим образованием, но не медицинским. Меня это натолкнуло. Ну, меня это не смутило, конечно. Я думаю, да ладно, Москва. Зеленый только приехал. По всем собеседованиям хожу, прихожу. Мне говорят, да-да-да, у нас фармацевтическая компания. Мы выпускаем вот такие вот штуки. Потом в итоге выясняется, что это никакие не лекарственные средства. Какие-то самопальные БАДы, которые лечат от рака. Прямо колл-центр. Сидишь и людям названиваешь. То есть, откуда-то у них эти базы берутся. Или где-то они рекламируются. Принимаешь эти звонки, звонишь, предлагаешь. Я просто так подумал, насколько тебе нужны деньги, чтобы пойти на такое. У человека горя неописуемое. Просто неописуемое горе. И ты идешь и забираешь последнее. А может быть, эти деньги могли спасти этого человека, если бы он обратился не к тебе за этими сраными БАДами. Не знаю, пошел бы в нормальную клинику. Ну, не будем разглагольствовать. Была у меня одна мысля вообще устраиваться на работы. Есть уже канал такой. Все работы хороши называется. Была у меня мысля. Но он в такие крупные, там типа МТС, Билайн, Пятерочка. А у меня вот в такие, я думал, шаромыжные компании, которые непонятные, там по домам стучатся. Здрасте, откройте, забор покрасьте. Походить, поснимать, как это все происходит. Ну, если честно, мне кажется, друзья, опасная тема все это вскрывать. Ну, лица не показывать, не афишировать адреса. Просто говорить, что есть такое. Возможно, будет интересно. Но, с другой стороны, очень опасно. Очень опасная тема. Нас ссут в тапки еще. Друзья, не переключайтесь. Да кого я обманываю? Какой снег на участке? Пойду немного отдохну. Обеденный сон важен. Надо восстановиться, потому что это пища богов просто сейчас произошла. Восстановиться, 40-45 минут полежать спокойненько, почистить участок и будем топить печь, готовить ужин, подводить итоги и потом кайфовать. Бриться на лысо. Все, ребят, не переключайтесь. Встретимся на ужине. Вечер добрый, господа. Наконец-то это свершилось. Конец. Конец испытания. Давайте. Подкинем дровишку еще одну. О, вспыхнуло. Погреемся немного, друзья, угля. Помечтаем. Огонь успокаивает. Круто. Эксперимент закончился. Трайний, хотел сказать, последний ужин, но с идиотской привычкой это крайний ужин, говорит. Кто знает, тот поймет, откуда она. Как греет. Баньку я, конечно, наверное, сегодня принимать не буду. Чуть-чуть погреюсь. Париться жестко не будем. Вот так. И на боковую. Даже монтировать видео сегодня не буду. Сегодня праздник. Сегодня можно. Все. Закрываем. Пусть горит. А мы будем готовить ужин. Так. Надо что-то, 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 что-то света, что-то света. Что-то света не хватает нам. Друзья, что будет на ужин? Признавайтесь. А я знаю. Овсянку не хочу, макароны не хочу. Держал я до последнего, до последнего держал эти картофельные чипсы. Как память оставлю. Засушу их и как память оставлю об этой неделе. Давайте-ка на ужин легенько. Честно скажу, на обед я просто обожрался. Я суп после дневного сна весь доел. Давайте сделаем китайские луковые лепешки. Оставшиеся с обеда. Лучок. Тесто холодное. Сейчас мы его... Оп, 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 оп. Оно настоялось. Ой. Не поваляешь, не поешь, как говорится. Еще и мука осталась. Это старый мой рецепт. Конечно, они делаются не с таким луком, а с зеленым. И они максимально вкусные. С зеленым луком. И тесто должно быть супер-супер тонкое. Прям как простыня. Ну, это жалкая пародия, ребят. Посмотрите, у меня китайские бомж-обеды. Делал я там нормальные луковые китайские лепешки с зеленым луком, с нормальной мукой, а не эта гречневая. Да-да-да. Она должна быть такая рваная, многослойная. С виду некрасивая. Как беляш. Конечно, в Китае-то все масло кидают. Все шкварчит. Все трещит. Но мы без масла. Сковорода сейчас нагреется. Да что нагреваться? Масло у нас что ли есть? На ночь глядя, луковые лепешки решил я навернуть. Кто-то написал в комментариях, что без еды вообще спокойно 3 дня на одной воде. Ну, я не знаю, у меня руки трястись начинаются. Выключаем. Решил накрыть крышечкой. Что у нас из этого получилось? Опа! Хотел сказать, отличная луковая лепешка. Но нет, друзья. Это не луковая лепешка. Жалкая пародия на луковую лепешку. Она даже слегка сладковатая. Но не получилось. Не то тесто. Не тот лук. Что-то меня уже глючит. Думал, как закончить этот седьмой день. Сел вот так. Думал, в роли интервью. Ну, какое интервью? Вы все видели. Смотрите, а лепешка прикольная. Реально прикольная. Даже не лепешка, а такие, типа, луковые хлебцы. Деле закончено. Могу ли я сейчас открыть холодильник и взять какую-нибудь вкусняшку? Съесть ее? Или нет? Что тут у меня есть? Да нифига тут нету. Вон банан лежит, апельсин. Соленый огурец. Я вам сейчас покажу. Смотрите, никаких вкусняшек нет. Абсолютно никаких вкусняшек нет. Глазурь только, если в тюбике в рот выдавливать. Паста. Кстати, раньше нормальная была, сфурвилась. Вот эта вот паста хорошая. Киркланд. Вон варенье всякие тещины. О, варенье можно тещиных наесться. Сгущёнка. Что тут есть? Нет? Что? Можно даже повыскребать. Аджика. Ребёнка. Ребёнка. Хрен. Красная цена. Банан. А ничего нет. Майонезы всякие. Азербайджанские. Опа-на. Кто-то тут подбухивает. Безалкогольная. Нет, ребята. Сладостей никаких нет. Там селёдка какая-то тухлая. Никаких сладостей. Ничего. А хочется сладостей. Ладно, закрываем холодильник. Друзья, надо же подвести хоть какие-то итоги недели. Вот у меня тут чеков. Просто целая гора. Не буду утомлять вас чеками, пересчётами. Зачем это? Можно это всё увидеть в каждом видео. Пересмотрите, кто не смотрел. Каждое видео по порядку. Все эти чеки. Всё есть. История. Крупа перловая. 12,99. А она за 12 не пошла. Что тут? Так, ещё. 14,90 стоила Киркулес. Она мне за 14 пошла. Мука за 16. Свёкла. Была рубль 95. А всего за рубль мне её продали. 50 копеек осталось. Кому надо, друзья, могу чеки отправить эти. Подарок. Да я шучу. В рамку себе повешу. Тоже такой истерический смех. К чему я тут метался к холодильнику, потом остановился. Я знаю. Если я сейчас бы что-то съел с холодильника, хоть какой-нибудь кусочек вкусняшки, в комментариях обязательно бы кто-нибудь написал. Саныч не продержался 7 дней. Всё. Сегодняшний день был максимально питательный. Вы просто на завтрак видели эту порцию? Я в жизни столько овсянки не ел. Вот такая вот просто тарелища. На обед. Там типа на 4 порции этот суп. Я сначала больше половины съел. Потом перловку всю съел. Потом отлежался. Почистил участок. И еще супа навернул. Всё. Что у меня осталось в конце недели? Это немного муки. Чуть-чуть макарошек. Очистки картофельные. И плохое настроение. Да шучу. Настроение хорошее. Прям кайфовое. Давайте еще водички нальем. А вода не так плоха. А то, знаете, все привыкли пить газировки, соки всякие. Вот водичку. Водичку. Побольше водички простой пейте. Чем тяжела была эта неделя? Не хватало, ребят. Очень не хватало. Привык я пищу. Не то, что даже солить. Приправки всякие. Перчик. Лаврушечка. Чесночок какой-то там сушеный, не сушеный. Ну, на худой конец, конечно, соль. А тут вообще пресная еда. Ну, я думал, там на второй, на третий день вкусы раскроются. Да нифига не раскрылись. Надо, наверное, месяц жить вообще без соли. Хотя соль должна тоже присутствовать в организме. На такой диете вы соль не получите. Соль мы получаем откуда? Из мяса. Посмотрите, Сасулина, он все расскажет. Намного умнее в этом вопросе, чем я. Да и много у меня в подписчиках вот этих фитоняш, плюс спортсменов. По БЖУ вот так вот вам все разложат. Так что, друзья, не ленитесь. Пишите в комментариях, кто реально в теме. Как думаете, данный эксперимент влияет на здоровье? Или данный эксперимент, наоборот, помогает как-то здоровью? Хотя бы недельку там очиститься. Может, реально какие-то что-то там шлаки выйдет. Я не знаю, какие-то все-все. Все какие-то шлаки кто-то хочет выгнать с организма. Стоило ли делать этот эксперимент? Да. И еще раз да. Если вот я завтра проснусь, нормально поем, и меня спросят. Саныч, повторил бы ты такой эксперимент? Неделя на 100 рублей в жестких рамках. Скорее всего, я бы отказался. Потому что рамки были настолько жесткие, друзья. Вот эти собирательства. Попросить даже на рынке, грубо говоря, подойти там зелень пропавшую. Можно ли дайте мне, пожалуйста, кости бесплатно? Нет. Я сам себя загнал в эти рамки, сам себе установил. В первом видео, да, я там муки чуть-чуть потрес. Но это юморил я. Ради хохмы. Что я там, наелся чем-то этим? Но мой весь юмор пропал в конце первого дня. Испарился куда-то. В конце второго дня я еще больше поник. Третьего. И... Ну, потом как-то все по накатанной пошло. Уже втянулся в этот азарт. Глаза горят. Надо делать. Если надо было бы месяц выжить, ну, не на 100 рублей, там, грубо говоря, там, на... Я испугался. Думал, привидение. На 400. Жил бы на 400. Жил бы на 400. Но, может быть, даже на 400 было бы легче. Я бы смог себе позволить, грубо говоря, взять гороха. Пару пачек. Пару пачек манной крупы. Манную крупу можно превратить в муку. Также в комментариях я это прочитал. Ребят, вы не ленитесь. Тоже читайте комментарии. Много полезной информации вы пишете. И я себе на ус мотаю. И, может быть, кто-то себе тоже на ус намотает. Какой ближайший эксперимент? Честно скажу, я не знаю. Стоит ли делать сейчас какой-то жесткий хардкор зимой? Нет, не стоит. Потому что после прошлого эксперимента, где я жил на 0 рублей. Хотя он был лайтовенький. Да, у меня баллы. Баллы были. Но баллы это не фиатные деньги. Обменять их на рубли. И пойти купить что-то в другом магазине, что я хочу, нельзя. Я был тоже, как бы сказать, в жестких рамках этих магазинов. Вот если магнит, баллы. Только в магните я мог там 80 баллов. Или сколько, не помню, у меня было. Только в магните что-то взять. Если там дикси баллы, только в дикси, да, мог взять. Возможно, ближе к лету я продумаю концепцию какого-нибудь интересного эксперимента. Может быть, у вас какие-то идеи есть интересные. Если у вас есть сумасшедшие идеи, которые реально можно воплотить. И они будут интересны не только вам, а другим зрителям. Прежде чем предложить какую-то идею, подумайте. А интересно ли это будет смотреть другим, не только мне. И предлагайте. Предлагайте. Пишите в комментариях. Я буду читать, смотреть, отсеивать, записывать. У меня в телефоне целая записная книжка. И по поводу веса. Кто-то что-то там говорил. Что, Саныч, типа, ты наоборот опухнешь от голода. Ну, вот почти 4,5 килограмма. У меня все записано. 4,650. Ну, там одежда, туда-сюда. Короче, где-то, где-то 4,5 килограмма за неделю. 4. 4 килограмма за неделю я скинул. Много это? Неделя 4. А месяц 16. Ну, так не делится. Он бы потом вес остановился и все. То есть, он бы медленнее, медленнее, медленнее. Там по 50 грамм. Если бы я на каше начал налегать. Да, конечно, если бы я 4 килограмма за день скинул. Это колоссальная нагрузка на почки. А так, за неделю постепенно 4 килограмма. Ушла вода, лишний жирок. Вполне себя чувствую хорошо. И надеюсь, я завтра проснусь, как говорится. Не, кроме шуток. Друзья, если кто-то хочет повторить данный эксперимент. Не стоит. Вообще. Нет. No. Буяо. Не надо этого делать. Не изводите свой организм. Вам это не нужно. В одном случае, возможно, вам это надо. Если вы хотите закалить свою силу воли. Вот вы, допустим, заядлый курильщик. Попробуйте не с едой, как я, с экспериментом. А побороться со своей привычкой, с куревом. Бросьте. Вот скажешь, все. Не с понедельника, типа, так, сегодня пятница. Я еще курну, покурю с ребятками. Там, или сам дома попыхчу. Ну, а что, сегодня пятница. Суббота, воскресенье. Или там среда. Ну, а с понедельника начнут. Нет. Если вы решили что-то делать, надо вот здесь и сейчас. Прям раз и бросили курить. На корню. Если вам не помогает это, почитайте книжку Али Накара. Это не реклама. Может быть, вам поможет. Ладно, куда-то я ушел. Вообще уже в какие-то, в какие-то, в какие-то, просто в какие-то дебри. Друзья. Надеюсь, что мои эксперименты, мои лайфхаки никому реально не пригодятся в жизни. А если кому-то действительно они понадобятся, вы знаете, где меня найти. YouTube, канал Сан Саныч Богомолов. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Я вас всех обнимаю. Берегите себя, берегите близких. Самое главное, здоровья вам и побольше денег. Берегите себя, берегите себя, берегите себя.